Итак, всем привет! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мы продолжаем наш разговор о самых интересных трансферных слухах, связанных с российским чемпионатом. И сосредоточимся на Зените, который ищет варианты для укрепления центра защиты. И уже появлялось много сообщений про иностранных футболистов, про подписание Родейгао из Сочи, про поиск других латиноамериканских защитников, в том числе из Аргентины. Вот так вот спустя несколько лет Зенит вернулся к аргентинскому трансферному рынку, но мы должны понимать, что в нынешних условиях и в нынешней политической обстановке команде все-таки нужно держать еще и очень много российских игроков. Потому что посмотрите, что творится в Ростове, в Краснодаре, там в Рубине, разъехались все иностранцы в один момент, и команды остались с россиянами. И если кое-кто смог выбраться, а кто-то даже прибавил в этой ситуации, смогли перестроиться, то вот Рубин отправился в ФНЛ, например. И Зенит, вот представьте, сейчас они моментально теряют всех иностранцев, и что дальше? Ну, фактически коллапс, и здесь многие клубы могут опередить Зенит в турнирной таблице за счет разницы в классе исполнителей. Поэтому сейчас, хочешь не хочешь, нужно следить и за российским трансферным рынком. И вот появилось сообщение, что Зенит может вернуть Прохина. Своего воспитанника, футболист, который в свое время выступал уже в Зените, выступал, ну, прямо скажем, не лучшим образом. Особенно заметно это было в матчах Лиги Чемпионов, что игрок откровенно не тянет нужный уровень и не соответствует амбициям клуба. Но он провел очень сильный сезон в Сочи, он сейчас хорош, он на подъеме, он, как мне кажется, скоро станет одним из основных вариантов для сборной России. Если, конечно, сборная России будет выступать где-нибудь, мы на это надеемся, но тем не менее. И в этих условиях Прохин уже стал куда более актуальным вариантом для Зенита. Сейчас это уже немножко другой футболист, и его можно вернуть. Давайте обсудим эту перспективу. Но сперва хотелось бы напомнить, что наш спонсор компания Балтбет, и она предлагает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в закрепленном комментарии и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также введете промокод, который также указан в закрепленном комментарии к этому ролику, то вы получите бонус 3 бесплатные ставки. Дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги ничем не рискует. Итак, во-первых, давайте разберемся, так скажем, с нынешним статусом Прохина, потому что ситуация с его переходами максимально запутанная. Вообще, это одна из самых мутных трансферных историй за последнее время. Если что, если кто вдруг не помнит, сейчас я примерно опишу эту ситуацию. Зенит продал Прохина в Ростов. И в тот момент казалось, что это выгодная сделка для дончан, потому что у них были проблемы в центре защиты, Чистяков как раз-таки перешел в Зенит, были другие неприятности, и поэтому здесь нужно было найти качественного центрального защитника. И тут они его получают. Прохина. И в этой ситуации, казалось бы, радуйтесь жизни, вот отличный вариант. Однако, Ростов тут же отдает футболиста на правах аренды в Сочи. И здесь как бы возникает множество вопросов. Зачем покупать футболиста и сразу отдавать его в аренду, при том, что на этой позиции нужны игроки, причем экстренно? Почему футболист фактически пошел на повышение? Ведь Сочи на тот момент считался как минимум не менее амбициозным коллективом, чем Ростов, а в итоге оказался вообще на втором месте. То есть обычно все-таки более богатые и более сильные клубы сдают своих футболистов в аренду другим командам. А здесь, получается, Ростов отказался от игрока, который оказался в тему для футбольного клуба Сочи, который в итоге занял второе место. Ну, то есть сложно представить, что Ростову не был нужен Прохин. И непонятна мотивация, зачем его отдавать в аренду. Мне кажется, что здесь Санкт-Петербургский «Зенит» хотел в каком-то смысле перестраховаться и оставить дополнительный маневр на трансферном рынке. И это связано с тем, что в свое время произошел скандал в российском футболе, связанный с московским «Спартаком», когда ввели ограничения. Максимум три футболиста могут перейти из одного клуба в другой на правах аренды. И учитывая то, что «Зенит» регулярно отдавал своих игроков, в том числе и в аренду в Сочи, как видимо, таким образом на тот момент решили выйти из этой ситуации и как бы отдать Прохин в аренду из «Зенита» в Сочи, но с промежуточным звеном в виде Ростова. При этом, фактически, это была именно аренда из «Зенита» в Сочи, потому что санкт-петербуржцы в итоге сохранили у себя право первоочередного выкупа футболиста из Ростова. В общем, здесь максимально запутанная история, но мне кажется, именно в этом была ключевая причина. «Зенит» хотел оставить у себя дополнительные места для возможной отдачи футболистов в аренду в футбольный клуб Сочи, чтобы, если что, поддержать команду, ну, например, во время зимней трансферной паузы, отправить туда парочку футболистов дополнительно, допустим. То есть я вижу ситуацию именно так. Так что сейчас официально Прохин принадлежит Ростову, при этом, как мне кажется, опция выкупа на Прохина есть и у Сочи, и у «Зенита». И в итоге здесь уже между собой, возможно, эти клубы будут решать, где в итоге окажется Прохин. Меньше всего я верю в то, что Прохин окажется на Дону. Вот в это я просто не верю. Я считаю, что в Ростове особо Прохина, наверное, и не ждут. И он окажется либо в Сочи, либо в «Зените». И «Зенит» сейчас, с одной стороны, не может гарантировать Прохину место в стартовом составе, с другой стороны, «Зенит» — это все-таки возможность выиграть чемпионство. Это большие амбиции, большие задачи. Так что у Прохина сейчас стоит выбор. Либо играть в Сочи, либо быть футболистом ротации в «Зените». По сути своей. Вот такая вот запутанная ситуация. Касательно «Зенита», зачем им нужен Прохин? Ну, как я уже сказал, нужно держать как можно больше россиян в составе. К тому же, если брать позицию центрального защитника, тут, как я уже много раз отмечал, все не так просто у Санкт-Петербурга. Да, есть Чистяков, отличный защитник. Да, есть универсалы. Но, по сути, на этом вся история и заканчивается. Потому что вот берешь того же самого Ловерена, хрен знает, будет он играть за «Зенит» или нет. А главное, если будет играть, на каком уровне, глядя на то, что твои Ловерены в прошлом сезоне, нахрен нужен такой игрок, так еще и с такой зарплатой. Это явно не Бронислав Иванович номер два. Это не иностранный опытный защитник, который пришел и показывает всем мастер-класс. Тут, к сожалению, между Ловреном и Ивановичем просто пропасть. Ракицкий ушел. Что касается Алипа, ну, он вроде как остается в «Зените», но выглядит нестабильным вариантом. Арсен Адамов, опять же, он молод и нестабилен. И в результате получается, что вот так вот отсеиваешь-отсеиваешь, и остается Чистяков и куча универсалов. Бариос, Дуглас Сантос, которые могут сыграть в центре защиты, но, опять же, это не их родные позиции. Поэтому здесь дополнительные варианты необходимы. И Прохин может быть в тему. Все-таки он из команды сыгранный, патриотизм клубный присутствует. И по игровым характеристикам Прохин очень неплох. У него есть и хороший первый пас. Он, на мой взгляд, один из самых сильных российских молодых центральных защитников в плане исполнения первой передачи. Ну, то есть, там, сравнивая с Евгеньевым, Дивеевым, он очень здорово себя показывает и смотрится, знаете, одним из лучших, наверное, в этом нюансе игры. Плюс к этому он достаточно мощный, рослый. То есть, в сравнении с Дугласом Сантосом, который метр с кепкой, Прохин достаточно надежен на втором этаже, выигрывает верховые единоборства. Игрок он молодой, перспективный. То есть, Зенит еще и приобретает футболиста на несколько лет вперед с определенным потенциалом и возможностью для развития и так далее. В общем, это неплохой вариант. Но, при этом, Прохина сложно назвать вот таким кардинальным усилением для Санкт-Петербургского Зенита. Все-таки, если выбирать между Прохиным и тем же самым Родригао в прошлом сезоне Сочи, то, я думаю, все согласятся с тем, что Бразилец выглядел несколько убедительнее. Поэтому здесь, ну, наверное, Зениту оптимально будет подписать обоих сразу, чтобы один был футболистом сразу в основу для того, чтобы укрепить нынешнюю обойму. А другой был уже постепенно таким молодым юным подаваном, который выйдет на первый план и станет, возможно, основным через некоторое время. То есть здесь Зениту вполне возможно стоит подписать сразу нескольких сочинских игроков, чтобы решить сразу несколько проблем и задач. Но Прохин на будущее – это очень интересный вариант. Потому что, если говорить по сути, то за Дивеева Зенит не сможет побороться. Тем более, в ближайшее время, я думаю, ЦСКА либо продаст его за рубеж, либо продлит с ним контракт на достаточно серьезный срок, ну, через некоторое время. И Евгений в Динамо, ну, сейчас он постепенно получает место в стартовом составе и, наверное, восстановит свое реноме. И таким образом Динамо тоже не будет отдавать прямому конкуренту своего футболиста. Поэтому сейчас, ну, скажем так, не так много молодых и перспективных российских центральных защитников. И, конечно же, Зенит должен ухватиться за игрока из своей системы. За футболиста, который уже знаком команде и у которого есть серьезные таланты. И который начал эти таланты реализовывать в Сочи. Поэтому здесь, мне кажется, что Зенит поступит логично, если он вернет себе Прохина. Другой вопрос – не скажется ли это на развитии молодого игрока. Учитывая то, что, по всей видимости, он будет именно футболистом ротации. Так что не исключено, что вот эти бесконечные трансферы Прохина, они продолжатся. И Прохина в итоге выкупит Зенит, чтобы потом отдать на правах аренды в Сочи, например. Или как-нибудь еще. Ну, в общем, забавная ситуация, но таковы реалии нашего футбола. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб-канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну, и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.